Пишет Старый Помидор. Столько открыл стрим, а уважаемый читает мой донат с прошлого стрима. А вот так вот, да. Тогда вопрос. Сегодня узнал, что в Беларуси в этом году выборы. Как вы считаете, есть ли шанс, что в связи с этим решением, в связи с решением баки по коронавирусу, народ в едином порыве выберет кого-то с другого? Ну, на самом деле, в Беларуси все понемножечко разваливается благополучно. То есть, просто полная задница в экономике, несмотря на то, что они отказались. То есть, да, видимо, будет действительно высокая сверхсмертность по итогам. И, кроме того, да, значит, Лукашенко уже не может подавлять своих оппонентов, как он это делал раньше, потому что сейчас он вынужден постоянно ориентироваться на Запад, поскольку у него отношения с Россией очень сильно ухудшились. Ну, и кроме того, надо понимать, что Беларусь такая же точно экспортно-ресурсная держава, как Россия, которая просто жила на реэкспорте нефти и на своих нефтеперерабатывающих заводах. В общем-то, весь бюджет на этой нефти и строился. Ну, плюс еще там экспорт газа. Поскольку Россия теперь больше не будет продавать нефть по дешевке. Да, да и вообще, значит, нефть сильно подешевела. Там, в общем, теперь нефтеперерабатывающие заводы работают в себестоимости. То, соответственно, в общем, экономика у Беларуси, а и поскольку резервов таких, как есть у России, во всех отношениях резервов у Беларуси нету, то, в общем, экономика Беларуси разваливается. Плюс он не может жестко подавлять своих противников, потому что теперь он тесно сотрудничает с Западом. Ну, и, в общем-то, да, я думаю, что Лукашенко, честно говоря, дни более-менее сочтены, когда западные страны, в общем, выйдут из всех своих нынешних проблем, они, в конце концов, разберутся с этой проблемой. Ну, и это, в общем, довольно очевидная проблема, да, то есть Янукович, он тоже пытался сидеть между двух огней, тоже пытался заигрывать с Западом, тоже говорил Западу, я свой. Ну, Запад ему показал, какой у него свой. Понятный, что, в общем, не агенты ЦРУ свергали Януковича, но точно так же понятно, что без западной поддержки по отношению к протестующим, в общем, вряд ли бы Янукович оказался бы в Ростове. И, в общем, примерно то же самое, значит, ждет Лукашенко. Они все наивно думают, что просто-напросто вот смогут сказать, все, я больше не дружу с Москвой, я теперь дружу с Западом, и Запад примет с распортерками одеть. Да нет, просто это, значит, будет поводом для того, чтобы их убрать, как убрали Шеварнадзе, в общем-то, в свое время, как убрали Януковича, как, в общем-то, уберут Лукашенко. Тем более, что, естественно, здесь есть внутренние основания, народ сильно устал от Лукашенко, плюс экономический кризис. Так что здесь, в общем-то, падающего толкни, ничего особо даже делать не придется. Продолжение следует...